привет 15 января выглядит маленький кусочек того что я делаю в рамках врач не саженцев вот здесь укоренившиеся черенки начинаю высаживать в контейнеры готовлю немножко жизни на открытом воздухе это будет тема одного из следующих видео что и как делаю что получилось что не получилось следующее же видео будет у меня моих основных ошибках и недочетов в прошлом году в прошлом сезоне в рамках выращивания инжира где я не доработал из-за чего не добрал как я считаю несколько десятков килограмм это я структурирую все свои мысли и нему выложу буквально на днях обещанное видео про эпическую битву инжирных эльфов с инжирными орками никак не могу пока снять потому что все мои злые пусты растут на меже с соседями которые находятся буквально нескольких метрах от меня и не то чтобы я их стесняюсь но немножко опасаюсь того что услышал мои рассказы они могут вызвать наркологию мне придется немножко тратить время чтобы доказать то что все вокруг не правы ну так как мы снимаем сейчас легкие видео полушутливая врач прочее имеют не определенный смысл себе я предлагаю задаться вопросом почему мы больше с вами склоняемся к инжирингу или к фигологии все-таки фиговое дерево игра слов такая есть слово в английском языке фигологи то есть моем понимании инжиринг это нечто такое систематизированное правильное научное допустим вот инжировод звучит так солидно а вот как насчет фиголога фиголог по фиголог все таки вот эта игра слов наша нашем языке она довольно забавная получается я считаю что мне больше подходит занятия фигология чем инжирингом то есть вот фиголог по фиголог это мне поближе как-то все таки это по-нашему по-славянски фигология а какое хорошее слово если вдруг ваш ребенок скажет что мама или папа у него занимает что мама или папа фиголог это как минимум будет звучать свежо жду от вас комментариев надеюсь что все таки я благодаря общению на этом канале фигологов будет больше и на это надеюсь я сам частично я думаю инжировод поэтому уважаю мнение всех ребят солидно относящихся процесс выращивания жира кое-чему учусь черпаю полезно в комментариях но тем не менее по своей общей направленности в рамках он для упрощения выращивания инжира я уже не раз говорил не буду повторяться вообще чем больше мы чем-то занимаемся тем больше у нас приходит опыт и в процессе этого процесса как мы становимся более опытными происходят какие-то вещи которые и влияют на восприятие и осознание того что мы делаем и как и для чего вот например пару лет назад я был на одном растеневодческом оптовом рынке одна женщина продавала саженцы инжира я подошел и спросил а как называется как называется этот сорт она не сказала абсолютно серьезно этот сорт называется инжир я понял в принципе что уже начал понимать что пора что-то менять пора упрощать следующий момент случился но их было несколько но вот те которые явно помню то прошлой весной не мой ребенок сказал папа ну у всех есть канал на ютюбе заведи канал ты же там вроде что-то выращиваешь я так немножко призадумался у меня там уже заказы на весь сезон на белый инжир там и так далее что-то бегаю надуваю щеки ребенок подходит и говорит пап ты чего-то там вроде выращиваешь зовите канал вот канал я завел да но тем не менее решил 10 на не выросли не вырастить ли мне что-то посерьезного так что немножко пока межсезонье можно подумать о перспективах о планах и подумать и сформировать наши отношения к процессу я за фигологию жду ваших комментариев до скорого